Добрый день, дорогие друзья. Сегодня речь пойдет о советском и российском актере театра и кино, мастере художественного слова, театральном педагоге, народном артисте СССР. Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Родители будущего актера приехали в Москву из села Стрымба Кадымского района Одесской области внеурожайной на Украине 1931 год. Сначала отец устроился на химический завод, а позже в столицу переехала и мама. Войну Василий Лановой встретил семилетним мальчишкой, на Украине, в деревне Стрымба, куда он был отправлен к родителям отца с двумя сестрами за несколько дней до ее начала. Война разлучила семью почти на три года, страшные годы оккупации, когда ни родители, ни дети ничего не знали друг о друге. Родители Василия Ланового всю войну проработали на химическом заводе, на вредном производстве. Оба стали инвалидами и едва передвигались, но только услышали по радио о том, что советские войска освободили крупные населенные пункты близ деревни Стрымба, как мама отправилась в дальнюю дорогу, за детьми. Через месяц Василий вернулся с матерью и сестрами в Москву. В 1947 году начал заниматься в театральной студии при Дворце культуры Зила, где получил первые уроки сценического мастерства. В 1951 году на всесоюзном конкурсе самодеятельных артистов Лановой был награжден грамотой. Василий Лановой окончил школу с золотой медалью. В 1953 году поступил на факультет журналистики МГУ, но проучился там всего полгода. Затем поступил в театральное училище имени Щукина, ныне театральный институт имени Бориса Щукина. Еще во время учебы в 1954 году снялся в своем первом фильме «Аттестат зрелости». А в 1956 году сыграл главную роль в фильме Павел Корчагин. В 1957 году окончил театральное училище имени Щукина. С 1957 года, актер Государственного академического театра имени Вахтангова, одновременно снимался во множестве фильмов «Алые паруса», «Война и мир», «Полосатый рейс» и В первые годы работы в театре актер был занят в ролях одноплановых, романтических. Роль Калафа была подлинным прорывом. Она убедительно доказала, что Василий Илановой — артист разноплановый, и несмотря на тягу к романтическому, может играть разных персонажей. В начале 1960-х годов Василий Илановой много снимается в популярных у зрителей картинах Анна Каренина, «Иду на грозу», «Солярис». В 1971 году на экраны страны выходит картина «Офицеры», в которой Василий Илановой сыграл благородного, верного долгу и чести офицера Ивана Варалу. Фильм на многие годы стал одной из самых любимых картин отечественного кино, особенно почитаемых среди защитников Отечества. По опросам журнала «Советский экран», фильм «Офицеры» назван фильмом года, а Василий Илановой — лучшим актером 1971 года. Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним. Также Илановой снялся в известных и полюбившихся зрителям фильмах «Любовь Яровая», «17 мгновений весны», «Странная женщина» — это первая картин, где актер играет со своей женой Ириной Купченко. «Тогда давай с тобой выпьем за то, что в жизни неповторимо». Петровка, 38, Анна и Командор, приступить к ликвидации Дни Турбиных. Актер много снимался и в последующие годы, его фильмография насчитывает более ста фильмов. В 1979 году Василий Илановой озвучил многосерийный документальный фильм «Великая Отечественная», его работа была отмечена самой престижной премией того времени — «Ленинской». Василий Илановой признанный мастер художественного слова, а его творческие программы включают поэзию Блока, Ахматовой, Маяковского, Бергольц, Пушкина и других. Василий Илановой в 1983 году написал книгу «Счастливые встречи», а в 2004 году — «Книгу летят за днями дни». С 1985 года преподает на кафедре сценической речи в Театральном институте имени Щукина. В настоящее время — профессор, заведующий этой кафедрой. Более 20 лет возглавляет международный детский кинофестиваль «Алые паруса Артека». Первая супруга Татьяна Самойлова — актриса, народная артистка Российской Федерации. Василий познакомился с Самойловой во время учебы, женился и прожил с ней несколько лет. Вторая супруга Тамара Зяблова — актриса Московского драматического театра имени Пушкина и режиссер телевидения, погибла в автокатастрофе. Третья супруга Ирина Купченко — актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР, в этом браке родилось двое сыновей Александр и Сергей. Увы, семь лет назад Сергея не стало. 9 декабря 2013 года в Москве на Фрунзенской набережной открыт памятник героям фильма «Офицера». Скульптура воспроизводит одну из сцен фильма — встречу после долгой разлуки двух боевых товарищей, супруги и внука одного из них. Актеру установлена звезда на Звездной аллее киноактеров в Анапе. Василий Лановой награжден Орденом за заслуги перед Отечеством Третьей степени за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства, многолетнюю общественную деятельность. Дорогие друзья, спасибо вам за ваши прекрасные комментарии и внимание к моим работам. Я желаю вам семейного благополучия, взаимопонимания и поддержки ваших родных.